Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Вторые после Москвы и первые в Поволжье. Самара стала активным участником форума стратегических инициатив и вышла в число лидеров по количеству размещенных идей. От каждого депутата зависит успех работы муниципальной власти. В областной столице прошли до выборы в районные советы депутатов. За большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм. Главный оператор телеканала «Самара ГИС» Василий Колдашов награжден благодарственным письмом от президента Владимира Путина. Услада для ума и души. В регионе проходят сразу два фестиваля. Всероссийский помост номер 9 и «Золотая маска» в Новокуйбышевске. Что увидят зрители? Шанс для юных фанатов футбола. В Самаре прошел городской этап любительских соревнований «Кожаный мяч». Лучших определяли в трех возрастных категориях. Подробнее в нашем сюжете. Новые идеи для нового времени. Самарская область стала активным участником форума стратегических инициатив и заняла второе место по количеству размещенных идей. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое провела глава города Елена Лапушкина. Первый этап сессии был завершен 20 апреля. Эксперты определили 29 лучших инициатив. Подробнее Ольга Павлова. Рыбалка без границ, выбор в детстве, успех в будущем, экологическое образование в школах в формате интерактивной игры. Эти инициативы, размещенные на краудплатформе, специально созданные для публикации идей, были отмечены экспертами дважды. Предложить свой вариант развития страны и города и получить необходимую поддержку до 20 мая этого года могут все россияне. Самарская область не осталась в стороне и стала активным участником форума. Заняла второе место по количеству размещенных идей. Отобранные идеи и проекты будут рекомендованы для участия на федеральном этапе форума. Целью нашей совместной работы является отбор предоставленных городом идей федеральным экспертам для включения их в топ-100 лучших идей по Российской Федерации. Что впоследствии позволит получить поддержку, в том числе финансовую, на реализацию проектов на территории городского округа Самара. Первый этап сессии был завершен 20 апреля. Эксперты определили 29 лучших инициатив. Финальной точкой станет форум, который соберет самые лучшие идеи со всех регионов России. В ходе пленарного заседания 10 из 100 лучших инициатив, вышедших в финал, продемонстрируют высшему руководству страны. Всего в Самарской области по состоянию на 10 мая было размещено 1244 идеи. Из них городской округ Самара подал 108 идей. Размещение идей на краудплатформе продлено до 20 мая, после чего разместить новую идею на платформе будет уже нельзя. При этом необходимо продолжить доработку уже размещенных идей в случае поступления вопросов и предложений от участников форума. Также на совещании в мэрии заслушали отчет о работе Департамента градостроительства. В настоящее время в Самаре ведется строительство 9 объектов. 3 дороги, 1 объект культуры, спорт-объект, школа, 2 детских сада и 1 объект коммунального хозяйства. Также ведется проектирование 7 объектов. 2 дороги, 2 объекта культуры, 2 спорт-объекта и 1 детский сад. В 2022 году было введено в эксплуатацию почти 174 тысячи квадратных метров жилой площади. Доработан и утвержден новый генеральный план развития города. Данный генплан у нас приведен в соответствии с современным требованиям законодательства. Границы функциональных зон закоординированы, приведены в соответствии с данным Единого государственного реестра недвижимости. Появились и утверждены карты объектов местного значения, лесов, объектов культурного наследия, развития уличной дорожной сети. И впервые были определены границы населенных пунктов. Новый генплан открывает возможность для подготовки, принятия и реализации дальнейших программ комплексного развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. В Самаре продолжается рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в 2023 году. Напомню, отдать свой голос можно до 30 мая. Активное участие в сборе голосов принимают волонтеры. Они работают во всех районах города. Посещают различные предприятия и учебные учреждения. Одна из таких встреч прошла в Самарском социально-педагогическом университете. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Не отрываясь от учебного процесса и преподавания, отдать свой голос за благоустройство городских пространств можно прямо в университете. С этой целью практически каждый день в учебные заведения приходят волонтеры. Такой способ выразить свою гражданскую позицию очень удобен, отмечает студент социально-педагогического университета Никита Казаков. Он голосует уже второй раз. Впервые свой голос за благоустройство он отдал в прошлом году, когда узнал, что таким способом можно изменить облик полюбившихся городских пространств. Это очень важно, потому что необходима комфортная, грамотно сделанная городская среда. Это может быть зона проведения каких-то культурных мероприятий, концертов, экскурсий или каких-то флешмобов всероссийских важных. Поэтому, считаю, нужно такие территории благоустраивать. Во время встречи с волонтерами, студентом, педагогом и административному коллективу университета рассказали о пространствах кандидатах на благоустройство, а также показали дизайн проекта. В Самарском районе в рейтинговом голосовании участвует сквер Высоцкого. Ранее в нем уже прошли два этапа благоустройства в рамках губернаторского проекта «Содействие». Теперь жители района надеются, что благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды пространство полностью преобразится. Все знают прекрасно этот сквер, очень оживленное место, поэтому мы активно агитируем в студенческих группах в рамках воспитательной работы. Я думаю, что многие отдадут свой голос «за». Активную работу по информированию граждан проводят администрации внутригородских районов, чтобы как можно больше человек смогли поучаствовать в судьбе общественных пространств Самары. На сегодняшний день в нашем районе проголосовало почти 11 тысяч человек, если сравнивать с населением района, население района чуть более 30 тысяч, это 30 процентов. Но учитывая то, что голосовать могут только люди старше 14 лет, эта цифра уже больше 40 процентов. Напомним, голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2023 году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, проходит до 30 мая. Отдать свои голоса за полюбившиеся городские локации можно несколькими способами. На сайте 63.городсреда.ру, пройдя авторизацию через госуслуги, или через платформу обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В голосовании участвуют 20 территорий по всей Самаре. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Дорожный сезон в Самаре в самом разгаре. В минувшие выходные городские службы закончили ремонт улицы Дачной и начали снимать асфальтовое покрытие с трассы на Белорусской. За этими процессами следила наша съемочная группа. Михаил Ермоленко подробнее. По улице Дачная пролегает один из оживленных городских маршрутов. Он соединяет часть спального района с московским шоссе. В этом году участок улицы ремонтирует по национальному проекту безопасные качественные дороги. В текущем году в рамках ремонта картами свыше 100 метров погонных планируется выполнить ремонт улицы Дачной на участке от улицы Чернореченской до Московского шоссе. Общая протяженность участка более 600 метров погонных. На площади около 6000 квадратных метров обновили асфальтовое покрытие, канализационные люки и другие инженерные коммуникации. Применялись только современные материалы, соответствующие ГОСТу дорожного нацпроекта. Укладываем асфальтобетонную смесь ЧМА-16. ЧМА-16. ЧМА-16 применяется, ну в последнее время широко променяется на дорогах. Ну он более устойчив к истиранию и разным факторам. Кроме того, в прошедшие выходные дорожные службы продолжили ремонт еще одного важного маршрута – улицы Белорусской. Эта дорога соединяет Самару и Новокуйбышевск, проходит через несколько жилых массивов, в том числе Сухую Самарку. Сейчас работы по фрезерованию изношенного покрытия почти завершены. Из запланированных 35 тысяч квадратных метров подрядная организация выполнила работы на площади 30 тысяч. Ремонт улицы в границах Народной и Самарского шоссе также выполняется на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В связи с большим количеством предписаний ГИБДД, а также обращением граждан, данная дорога попала в эту программу. Общая площадь ремонта на данной улице составляет 35 тысяч квадратных метров. Дорожные службы работают здесь только в ночную смену. Работы ведутся в данный момент в ночное время суток, чтобы не создавать помех. С автоидвижным движением транспорта. После фрезерования скорректируют уровень канализационных колодцев и дождеприемников. И только после этого начнется укладка. При этом специалисты отмечают, график работы будет меняться в первую очередь, исходя из погодных условий. Всего в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать 33 городских участка. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. В Самаре прошли до выборов в Советы депутатов трех внутригородских районов – Железнодорожного, Красноглинского, Советского. На избирательных участках присутствовали наблюдатели, занимающиеся мониторингом ситуации и фиксацией нарушений. В Красноглинском районе побывала наша съемочная группа. В единый день голосования с раннего утра в Красноглинском районе работает территориальная избирательная комиссия, главная задача которой – контроль за подготовкой и проведением выборов. Наблюдатели присутствовали на избирательных участках. Один из них находится в школе номер 127 и относится к 17-му одномандатному избирательному округу. Общественный наблюдатель от Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский побывал на этом участке. Общественная палата назначила наблюдателей общественных, которые имеют статус независимых наблюдателей, и мы мониторили ситуацию уже с начала объявления соответствующих дополнительных выборов. И за этот период, что, честно говоря, приятно, не было никаких нарушений законодательства. Серьезных претензий со стороны организаторов избирательного процесса, участников избирательной кампании, также не было. От каждого депутата, от его голоса зависит и успех работы всей муниципальной власти. Причем из депутатов муниципальных районов, советов, которые у нас есть, формируется и Самарская городская дума. А это, в общем-то, основной субъект, который решает окончательно вопросы бюджетирования. Эксперт считает, что люди осознают свою политическую волю и понимают, что выборы – инструмент формирования публичной власти, в данном случае муниципальный. Муниципальная власть ближе всех к населению и лучше всех знает о болевых точках на тех или иных территориях, которые способны решить. Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 383 034. Такие данные в понедельник, 16 мая, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 78 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 373 893 человека. Масочный режим в столице региона продолжает действовать. Его соблюдение в общественном транспорте проверяет межведомственная комиссия, состоящая из представителей перевозчиков городского департамента транспорта, добровольной народной дружины, полиции. Как проходят рейды и сколько административных материалов направлено в суды по итогам минувшей недели – в нашем материале. Масочный режим – тема актуальная для горожан. Многие с пониманием относятся к необходимости носить маски. Однако до сих пор межведомственная комиссия появляет отдельных граждан, которые не знают о том, что масочный режим еще в силе или не имеют маски, просто забыли взять ее в дорогу, либо принципиально отказываются носить. Звонки поступают по поводу того, что с просьбой отменить масочный режим. Но на самом деле мы отвечаем, что, во-первых, мы не вправе это делать. Это делает специально уполномоченный оперативный штаб. И пока решение не принято. Средствами защиты органов дыхания обеспечены кондукторы-водители общественного транспорта. Они обязаны находиться в масках от начала и до конца рейса. Исключение только для тех водителей, чья кабина изолирована от пассажирского салона. Но даже в этом случае персонал использует средства защиты органов дыхания. Пассажиры должны надевать маски при входе в салон и не снимать их до конца поездки. В метрополитене первый кордон уже на входе в подземку. Большинство самарцев имеют при себе средства защиты. А порой выручают и тех, кто забыл маску дома. Вот сейчас автобус подойдет. Прежде чем сесть в автобус, я обязательно надену маску. Для безопасности, чтобы оградить себя от микробов. Правило действует во всех видах общественного транспорта. Тех, кто нарушает его, просят покинуть салон. В противном случае полицейские составляют протокол. По нему суд может назначить наказание в виде штрафа. В размере до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении до 50 тысяч рублей. За минувшую неделю в суды поступило 12 административных материалов. С начала года оформлено 1035 протоколов. С сентября 2020 года – 2014. Требование носить маски не отменено. Оно сохраняет свою силу. Поэтому, пожалуйста, в общественном транспорте перемещайтесь только в маски. И помните, что эта мера направлена на то, чтобы сохранить ваши жизни, здоровье и жизни, здоровье окружающих. Рейды комиссии проходят ежедневно. Часы пик, контроль усиливается. Проверков задействуется маршрутная сеть во всех внутригородских районах. Юлия Василькина, Николай Сидоров, События. За большой вклад в развитие российской журналистики и высокий профессионализм. Главный оператор телеканала «Самара ГИС» Василий Колдашов награжден благодарностью от президента Владимира Путина за освещение тем общественной значимости. Награду оператору нашего телеканала вручила глава города Елена Лапушкина. У Слада для ума и души в регионе проходят сразу два фестиваля. Всероссийский помост номер 9 и «Золотая маска» в Новокуйбышевске. Зрители увидят спектакли восьми российских театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Екатеринбурга и других городов. Чем будут удивлять, а что уже показали в нашем сюжете. Вот интересно, а почему ишаки не летают? Вот как птицы. А я ведь первый. Первый из наших. Кто вот так высоко поднялся? Фестиваль «Помост номер 9» в Новокуйбышевске открыл спектакль Московского театра наций «Хаджана Средин», который в этом году получил «Золотую маску». Режиссер постановки Тимур Бекмамбетов. Хаджу озвучивает Константин Хабенский, осла Евгений Миронов. Изначально задумывался спектакль с актёрами на сцене, но пандемия внесла свои коррективы. Из опасений, что кто-то из труппы заболеет, решено было спектакль сделать кукольным. Реализовать эту идею Бекмамбетову помогла режиссёр Питерского театра кукол Кукфо Анна Викторова. По её словам, после камерной работать на большой сцене оказалось непросто, но всё получилось. Мне было интересно и на Хадже поработать, потому что другие возможности. Большая команда, очень заинтересованная и поддерживала меня, когда были сложные. Мы работали. Мы этот спектакль выпускали во время ковида. И это была отдельная история, потому что кто дойдёт до конца, мы не знали, кто будет на премьере. На следующий день зрителям представили второй спектакль Питерского театра кукфо «Птифуры бабушки». Он стал лауреатом фестиваля «Золотая маска» в 2019 году. Этот спектакль в северной столице оказался настолько востребованным, что недавно коллектив выпустил его вторую часть «Птифуры дедушки». По словам режиссёра, в крупных городах взрослые охотно ходят на кукольные постановки, чего не скажешь о региональном зрителе. У нас в Петербурге нету проблемы, что театр кукол бывает для взрослых. У нас зрители очень хорошо ходят на спектакли, а в регионах, я знаю, это ещё не сильно привычно. Но пусть это будет как норма, пусть это развивается. В этом году одновременно со Всероссийским фестивалем «Помос номер 9» проходит и фестиваль «Золотая маска» в Новокубишевске. Обычно они чередуются. Несмотря на то трудное время, в котором мы с вами живём, хотя мы всё время живём в трудные времена, очень всегда интересно происходит, да, говорят, вот если бы пораньше на годик, да, тогда было проще, можно было бы, но я вспоминаю, когда был годик и два назад, опять говорили, вот если бы пораньше, а сейчас трудные, всё время трудные времена. Но жить в любом случае нужно, идти вперёд нужно. На фестивале спектакли представят 8 российских театров среди городов-участников Москва, Санкт-Петербург, Новую Ренгое, Екатеринбург и другие. Номинантов фестиваля «Золотая маска» покажут в 13 городах России. Каждый год региональная программа расширяется. В этом году фестиваль впервые пройдёт в Гусиноозёрске и Улан-Удэ. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Старая восточная сказка о братьях, хитрости, жадности и богатствах. В Самаре прошёл благотворительный спектакль «Алибаба» из 40 разбойников для детей с ограниченными возможностями здоровья. И ребят, которые были вынуждены покинуть свои дома в ДНР и ЛНР. Чем удивляли гостей, увидела наша съёмочная группа. Сказка, которая начинается ещё до зрительного зала. Детей с ограниченными возможностями здоровья и тех ребят, кто вынужден был переселиться с территорий ДНР и ЛНР, пригласили на благотворительный спектакль в Театр кукол. Но уже в фойе гостей встречают мультяшные герои, чтобы сфотографироваться, потанцевать и поиграть. Для детей это всегда праздник. Любое мероприятие для детей – это праздник, это сказка, это возможность почувствовать себя нужным, важным, ощутить заботу. А затем для гостей началась сказка на сцене. Роскошные арабские декорации и восточные костюмы погрузили зрителей в атмосферу Ближнего Востока, рассказывая историю об Али-Бабе и Сорока разбойниках. Красивый спектакль, красивое настроение, хорошая погода. Это для жизни нужно. То есть человек должен понимать, что каждый день – это день, который должен приносить радость. А мы эту радость сегодня дарим. Самарская общественная организация «Инвалидов» совместно с театром «Кукол» уже третий год проводит благотворительные спектакли. В этот раз после представления всем гостям в качестве приятного подарка раздали мороженое местного производителя. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Шанс для юных фанатов футбола. В Самаре прошел городской этап любительских соревнований «Кожаный мяч». Лучших определяли в трех возрастных категориях. Подробнее в нашем сюжете. Серия пенальти и для профессионалов – это всегда стресс. А для юных футболистов – особенно. Но именно 11-метровыми ударами пришлось выявлять победителя городского этапа «Кожаного мяча» в средней возрастной группе. Сильнее оказались ребята из Советского района, благодаря тренерскому решению. Он решил поставить на серию пенальти ворота полевого игрока, который стал автором единственного отбитого удара. Теперь они будут защищать честь города на областном этапе. Мы начинаем готовить уже завтра. Отдых и праздновать. Для праздновения времени надо решить, что мы пристроим в Самару. А Самара – это синий футбол. Это самый такой город футбольный. И мы не должны опустить ниже за юных мест. «Кожаный мяч» – один из старейших турниров в стране. Проводятся соревнования для любительских команд еще с 60-х годов прошлого века. Именно здесь себя могут проявить ребята, которые не занимаются профессионально и привлечь внимание тренеров к своим умениям. Есть вот такие соревнования для любительских команд, для школьных, которые созданы при подростковых клубах, в которых также могут оказаться талантливые ребята, способные, и которые могут в дальнейшем уже участвовать и в более крупных соревнованиях. В этом году турнир стартовал в апреле. В городе по традиции сначала провели отборочные районные соревнования в трех возрастных группах. Победители разыграли между собой звание лучших в городе и путевки на областной этап, который состоится в июне. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. В предпоследнем туре РПЛ крылья Совета в Грозном встречались с Ахматом. В первом тайме команды по разу имели шанс забить, но в основном моментов почти не возникало. Счет в матче открыли хозяева на 54-й минуте. После подачи с углового Мохаммед Канате головой переправил мяч ворота. 1-0. Почти сразу самарцы получили право пробить пенальти. К тому же был удален защитник Ахмата Семенов. Но Юрий Горшков с точки не смог переиграть голкипера Грозненцев. Крылья продолжали давить до финального свистка, но так и не смогли реализовать численное преимущество. 0-1. Поражение Волжан. Команда на восьмом месте в турнирной таблице. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова в паре с Вероникой Кудерметовой стали победительницами теннисного турнира в Риме в парном разряде. В финале они обыграли североамериканский дуэт канатку Добровский и мексиканку Олмас 1-6, 6-4, 10-7. Но в мировом рейтинге Анастасия теперь вторая ракетка России. Ее опередила уроженка Тольятти Дарья Касаткина, которая там же в Риме дошла до полуфинала личного разряда, где уступила он с Жабер из Туниса 4-6, 6-1, 5-7. Причем Дарья в третьем сете имела матчбол и могла выйти в финал, но проиграла три гейма подряд. Несмотря на это Касаткина вошла в топ-20 мирового рейтинга. В Минске завершился первый этап международного турнира по современному пятиборью Кубок Павла Леднего. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Беларуси. В личном первенстве среди мужчин победу одержал представитель Самарской области Александр Лифанов. Борьба за золото длилась до самого финиша Лазеррана. В концовке Самарец опередил лидера белорусской сборной Илью Полоскова. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской» напоминают, что жители города до 30 мая могут принять участие в голосовании за общественные территории, претендующие на благоустройство в 23-м году по программе формирования комфортной городской среды. Для этого необходимо зайти на сайт 63.городсреда.ру, авторизовавшись через госуслуги, или на платформу обратной связи госуслуги.решаемвместе. В перечень территорий, участвующих в голосовании, вошли 20 пространств по всей Самаре. Администрация Красноглинского района Самары напоминает жителям, что коронавирус по-прежнему опасен и приглашает пройти вакцинацию. Информацию о графике работы прививочных кабинетов, особенно в выходные дни, можно уточнить на сайтах медицинских учреждений. Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг или по номеру горячей линии 122, телефоном поликлиники. Повторная вакцинация проводится спустя полгода после первичной. Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сделал репост сообщения Виктора Казакова, депутата Госдумы Российской Федерации, в котором он сообщает, что осмотрел ход работ по благоустройству территории в рамках программы формирования комфортной городской среды по адресам улицы Ташкентская, дом 170, и улица Георгия Димитрова, дом 74. Работы ведутся активно, контролируют ход строительства и неравнодушные жители, которым небезразлично преображение родного двора. Администрация Самарского района сообщает жителям о том, что 26 мая в Самаре пациента с подтвержденным онкологическим диагнозом могут получить бесплатную консультацию профильных врачей, среди которых кандидаты медицинских наук и специалисты с клиническим опытом в России и за рубежом. Проанализировав результаты, эксперты совместно примут решение о возможности лечения и госпитализации. Пациентов ждут по адресу город Самара, улица Степана Разина, дом 48, третий филиал Самарской больницы. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин